приветствую всех на своем канале занятия для души вязания с натальей волковой сегодня я вам хочу показать и рассказать как связать вот такой вот очень красивый двойной снуд выполнен он рельефным таким вот узором мне очень нравится как этот узор смотрится именно на ботиковой пряжи так как он получается вот волнами с нуд данный я бы сказала что он не зимний а больше осенне-весенний так как он все-таки ажурный но хотя и достаточно тепленький процессе работы нам понадобится пряжа superlana classic ботик ботиковой расцветки ушло ровно два моточка еще немножко и осталось пряжи поэтому двух мотков будет достаточно итак начинаем и так для работы вам понадобится пряжа superlana classic ботик фирмы турецкой alize 100 грамм 280 метров 25 процентов шерсть 75 процентов акрил это пряжа идет ботиковые расцветки то есть вот такая вот красивая у нее очень много различных оттенков поэтому я уверена в том что вы выберете себе оттенок который именно вам больше всего понравится этот цвет именно 42 63 также вам понадобится пряжа любого другого цвета не принципиально какого главное чтобы по толщине она подходила к этой пряжи я вам объясню для чего это нужно будет чуть позже также вам понадобятся круговые вот у меня спицы вот такие на тросики номер 4 но опять же если вам удобнее работать с прямыми спицами то есть вы можете просто взять обычные прямые спицы вязать мы будем с нуд узором номер три у меня есть подробный видео мастер-класс на данный узор поэтому я сейчас его не буду разбирать я оставлю ссылочку в описании к данному видео и вы сможете ознакомиться с данным узором дополнительно самостоятельно значит рапорту у этого узора 20 петель плюс 2 петли у нас кромочные идут поэтому мы набираем 82 петли пряжи другого цвета то есть не основной пряжи а именно другого оттенка и так я набрала 82 петли их пряжи не основного цвета и далее мы вяжем 2 ряда чулочной вязкой то есть это первый ряд у нас мы вяжем лицевыми петлями таким вот образом лицевыми петлями изнаночный ряд мы вяжем изнаночными петлями и так я провязала два ряда чулочной вязкой вот таким вот образом и теперь мы начинаем вязать нашей основной пряжи то есть я беру обычно кончик изнутри мотка вот таким вот образом достает а как мне так удобнее работать чтобы моток не прыгал так сказать не отвлекал меня итак мы начинаем вязать узором номер три ссылочку на него я оставлю поэтому сейчас я подробно объяснять не буду как его вязать вы сможете ознакомиться дополнительно провязываем первую петлю соответственно мы основной нитью и дальше мы начинаем вязать узор то есть накид лицевая накид лицевая накид то есть 3 делаем накида далее мы 7 раз провязываем подряд по 2 лицевой лучше каждый раз после этого перепроверить и пересчитать потому что распускать такой узор достаточно потом будет набирать петли сложно то есть два четыре шесть семь перепроверяем на всякий случай далее идут у нас накиды 7 раз между ними лицевая 1 2 3 4 5 6 7 лучше тоже перепроверить пересчитать 1 2 3 4 5 6 7 все правильно далее мы опять повторяем 7 раз мы провязываем по 2 лицевой теперь проверяем все правильно 7 накидов 7 раз по 2 вот таким вот образом у нас получается дальше у нас опять идут накиды 7 раз по 2 и в конце ряда у нас мы должны сделать 4 накида так как вначале мы делали 3 накида 1 2 3 4 кромочная изнаночная следующий ряд у нас идут все петли изнаночные таким вот образом изнаночные все петли и накиды и лицевые мы все абсолютно петли провязываем изнаночными и так до конца ряда мы провязываем и так я провязываем до конца ряда лицевыми петлями следующий ряд у нас получается 3 у нас также вяжутся лицевыми петлями таким вот образом до конца ряда и так я провязала до конца ряда 3 ряд у нас получается вот таким вот образом теперь мы вяжем следующий ряд это у нас получается 4 он вяжется также лицевыми петлями таким вот образом лицевыми петлями до конца ряда и так я довязала до конца ряда 4 у нас получается у нас получается вот таким вот образом конечно рисунок еще пока у нас не особо видно для этого я провяжу еще рапортов 5-6 и покажу вам как уже выглядит это полотно будет выглядеть более наглядно и так я провязала за кадром немного еще нашего рисунка получается вот таким вот образом теперь я провяжу еще небольшой участок и покажу вам наглядно насколько важно и нужно делать паровую обработку изделие и так я провязала 9 повторов рисунка у меня получилось вот таким вот образом и теперь я хочу вам показать насколько важно и нужно делать паровую обработку в процессе работы для начала я хочу замерить сколько у нас получилось сантиметров провязанное полотно то есть она у нас получается где-то примерно 12 с половиной сантиметров и теперь я хочу вам показать что у нас в результате получится после отпаривания а теперь посмотрите как изменилось наше полотно после паровой обработки то есть у нас рисунок стал выглядеть более ровненьким красивым это первый нюанс второй нюанс то что у нас это полотно удлинилось то есть если она была 12 половиной сантиметров часа на 14 почти с половиной сантиметров то есть это очень важно когда вам нужно вязать изделие на определенную длину знать уже насколько она у вас это полотно под вытянется процессе паровой обработки многие спросят каким образом я это делаю я просто отпариваю утюгом на щадящую ставлю утюг на щадящий режим то есть это или шерсти или там что чуть-чуть потеплее утюжок и и отпариваю его то есть вот таким вот образом у нас получается теперь мы вяжем по такому же принципу на длину 130 сантиметров примерно периодически обязательно необходимо отпаривать чтобы у нас мы видели конечную именно длину какая у нас получится и так я это все сделаю за кадром и дальше вам покажу что мы будем делать итак я провязала 72 повтора данного рисунка у меня получилось как раз ровно 130 сантиметров то есть вот таким вот образом не забываю в процессе работы полотно отпаривать так как если вы будете замерять длину не отпаренного полотна потом он у вас может очень сильно под вытянуться следующий наш этап это нужно соединить вот этих вот две части начала у нас и вот конец то что мы закончили так как узор у нас волнистый вот вот таким вот образом сделать простой шов будет некрасиво так он будет слишком толстый и будет не аккуратно выглядеть поэтому нам нужно соединить этих две части таким образом чтобы вот этот вот шов был аккуратненький для этого вот мы как раз начинали работу с пряжи другого цвета так как мы сейчас будем ее распускать распускать для того чтобы набрать петли по обратной стороне полотна вот здесь вот у нас там где мы начинали то есть мы делаем вот таким вот образом мы начинаем распускать эта работа конечно кропотливая достаточно сложная но необходимое для того чтобы нам потом аккуратненько все это соединить для этого мы берем еще одни спицы и вот таким вот образом начинаем набирать вот здесь вот петли распускаю вот так вот полотно подцепляем петли таким вот образом мы делаем до конца края периодически можно подрезать эту ниточку чтобы было полегче распускать то есть вот так вот мы делаем таким вот образом мы распускаем набираем петли до конца ряда то есть у нас вот так вот должно получиться набор петель с обратной стороны там где мы начинали полотно и так я распустила полотно до конца ряда вот у нас получается вот это вот верхняя спица это именно распущенный край вот он и полотно где мы непосредственно вот вязали последний наш ряд теперь мы начинаем сшивать этих две части для этого мы лицу во внутрь складываем наш шарф соединяем вот вот этих вот как бы две спицы и начинаем вот таким вот образом соединение то есть мы берем петлю с одной со второй спицы и вот так вот и и про провязываем вместе как бы с одной со второй спицы и вот так вот провязываем вместе одну вторую и провязали вместе вторую и провязали вместе вот таким вот образом вторую и провязали и вот таким вот образом мы делаем до конца ряда то есть вот так вот мы соединяем этих две части то есть у нас получается вот так вот с этой стороны видите нет такого массивного и тяжелого шва соответственно как это бывает и вот так вот у нас получается с лицевой части то здесь вообще шва не видно практически аккуратненькие вот так вот и аккуратно идет полотно вот таким вот образом мы провязываем до конца ряда соединяем это все и так я доделала до конца ряда соединила полотно в круговую у меня получилось вот таким вот образом то есть аккуратненько и вот такое вот соединение вот так вот она выглядит с лицевой части то есть вообще практически даже не видно что здесь у нас находится шов следующий наш этап это нужно обязательно отпарить полотно чтобы вот этот вот шов еще стал более лучше у нас выглядела ниточку с обратной стороны вот это вот мы не отрезаем то есть она у нас также остается то есть сейчас у нас обязательно нужна паровая обработка и так вот таким вот образом у нас выглядит полотно после паровой обработки то есть вот у нас идет шов как видите шов получился очень и очень аккуратным то есть вот так вот он выглядит с лицевой части вот так вот выглядит он с изнаночной части самое главное его плюс это то что он не толстый то есть в снуде когда он будет перекрученом виде он не будет выделяться и будет очень и очень аккуратненький то есть вот таким вот образом у нас все получилось следующий наш этап это обвязка края вот вот этого обвязка края принципе он и так у нас этот край получился достаточно аккуратненьким поэтому кто не умеет например вязать крючком то так может его и оставить но я вам хочу показать все-таки как его обвязать красиво крючком чтобы он еще более аккуратно у нас смотрелся то есть вот это вот здесь там где мы заканчивали соединять полотно для этого мы берем крючочек номер 4 начинаем обвязывать простым абсолютно узором то есть не сложным вот таким вот образом узор ракушки то есть делаем накид вот сюда вот так вот мы проводим крючочек и вот таким вот образом мы вот его обвязываем накид накид вот таким вот образом мы делаем пять раз повторов то есть протягиваем и вот так вот крючочком обвязали и через одну петлю мы потом вот так вот и и сюда заходим вот таким вот образом следующее также через одну петлю вот так вот мы начинаем следующую обвязку вот таким вот образом таким вот образом мы обвязываем соответственно считаем 45 и вот сюда вот и так вот опять мы заводим и обвязываем то есть вот таким вот образом мы делаем обвязку с одной стороны и с другой стороны после работы не забываем отпаривать полотно чтобы у нас все было ровненько и красивые процессе работы у меня ушло на основной снут около двух мотков пряжи супер лана классик батик осталось вот столько вот у меня пряжи со 2 ма . поэтому я так думаю что этих этих ниточек вполне хватит на то чтобы обвязать вот такими вот ракушками с одной и с другой стороны снут то есть это все я сделаю за кадром и потом вам покажу конечный результат что у нас получается и так я доделала наш то есть обвязала красиво вот таким вот образом крючочками с обеих сторон отпарила это все обязательно незабываемо убирать ниточки чтобы выглядела изделие уже имела законченный красивый результат вот здесь вот у нас кстати вот проходит шов его практически незаметно то есть очень аккуратненький шов процессе работы остался вот такой вот у меня моточек с двух мотков пряжи супер лана классик батик поэтому двух моточков вполне хватает на такой двойной то есть в дальнейшем я планирую связать к данному смуду еще шапочку красивую поэтому если кому интересно обязательно подписываемся на мой канал чтобы не пропустили данную информацию отдельное будет спасибо за лайк так как я очень старалась так до новых встреч а